У нас здесь зона рискованного земледелия. Надо что-то делать, одевать, обувать. Холодно, надо заворачиваться в шерсть. Самый экологически чистый продукт – шерсть. Нетканное полотно, из него можно сделать одежду. Суровая природа таёжных мест заставила Читу и Кенцовых заняться шерстяным производством. Валять тёплые и полезные для здоровья одеяла и подушки оказалось не так-то просто. Путь превращения из кусочков обычной шерсти в практичную и очень полезную вещь довольно длинный. И достаточно трудоёмки. Чтобы не было слежавшихся комочков, мытую шерсть пропускают через шерстобитную машину. Материал становится чистым и мягким, как пух. Шерстобитку супруги привезли из Самары. Машине сто лет. О секретах безопасной технологии валяния узнали от мастеров шерстяного производства. Сергей говорит, учиться никогда не поздно и всегда полезно. Вообще накидывается так вот. Кидает целый день. Овечью шерсть для будущих изделий покупают в Хакасии. Своя отара овец пока небольшая. Этой осенью приобрели около 300 килограммов сырья. Сергей говорит, на первую партию экологически чистых вещей должно хватить. Это обычная шерсть, чтобы валять валенки, войлок для... Мы говорили как-то. Нам нужен войлок для упряжки. В конце концов, мы хотим заниматься еще большим колным производством. Из шерсти собираются валять матрасы, подушки и одеяло. Пробное изделие одеяло на детскую кроватку получилось мягкое и легкое. Шерстяных дел мастерица, говорит, на практике уже видно, над чем нужно еще поработать. Оно достаточно теплое, мягкое. Мы видим, что уже нужно доработать на конкретном образце, что здесь много уже в процессе появилось идей, как это все усовершенствовать, сделать более красивым. Кроме того, читая Кенцовых, поставила себе цель на зиму обеспечить семью теплой и удобной обувью собственного производства. Вот у нас есть колодки для производства валенок разных размеров. Вот это детская колодка. И мы делаем валеночки. Вот это такой тоже один из наших пробных вариантов. Чесунки. Это пока не толстый валенок, а такой для хождения по дому, в сельском доме. Мастера шерсти признаются, вернуть в жизнь эстетику натуральных материалов и вкус к родной культуре – одна из задач. Ведь изделие из живого, экологически чистого материала овечьей шерсти без применения красителей и химикатов ценилось всегда. К тому же для жителей таежных мест, где зимой температура воздуха опускается до минус 40, натуральные вещи – настоящее спасение. В ближайшие годы и Кенцовы намерены авторскими новинками удивить не только жителей южной территории, но и всего Красноярского края. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.